Ноэль Руфьё, сооснователь франкоязычного православного прихода города Фрибург, Швейцария, президент экуменической комиссии по региону Фрибурга, автор курса по проблемам православной диаспоры на Богословском факультете Фрибургского университета. Мы надеемся, помимо собственного проведения Собора, на его принятие всей Церковью, принимая во внимание несколько необходимых для этого условий. Подготовка, проведение, рецепция Собора являются частью единого процесса. Итак, подготовка Собора. Подготовка Собора продолжается 110 лет и до сих пор не завершилась. Я выделяю три периода. Первые 50 лет с 1902 по 1952 годы, затем годы с 1952 по 1990, и, наконец, последние два десятилетия. Подготовка Всеправославного Собора начинается в начале XX века после окружных посланий Вселенского Патриарха Иоакима III, 1902 и 1904 годов, направленных на укрепление отношений между православными церквями, благодаря встречам, которые должны происходить каждые два года. православное единство и единство христианское имеют одну цель – генонию или общение, согласно окружному посланию Вселенского Патриархата 1920 года. Несколько совещаний и собраний православных церквей имели место в последующие 50 лет, но не привели к конкретным результатам. Предыстория Собора разворачивается на фоне исторических событий мирового масштаба, имевших трагические последствия для истории всех православных церквей. В Первой мировой войне оказались задействованы с одной стороны Россия, Сербия, Румыния, Греция, с другой – Болгария. Русские революции 1905 и 1917 годов стали потрясениями для русской церкви. Война греков и турок 1919-1922 годов и эмиграция населения, которые она повлекла за собой, ослабили православное присутствие в Анатолии и Константинопольский патриархат. Во Второй мировой войне вновь участвуют православные государства – Россия, Румыния, Болгария, Греция. После войны в балканских странах и Грузии наступает советская власть. Греция выходит из войны истерзанной и переживает долгую гражданскую войну, в то время как быстрое решение «палестинского вопроса» и создание государства Израиль в 1948 году угрожают арабскому сообществу. Это много. По местным церквям не удается остаться в стороне от событий, ногами они увязают в противоречиях, головой же пытаются устремиться в небо. И можно только удивляться тому, что кроме выживания им удалось добиться других результатов. В 1952 году патриарх Афиногор I возвращается к вопросу о соборе, что знаменует собой начало Второго периода. Исторические события снова влияют на положение дел в православном мире. Православные государства, кроме Греции, занимают подчиненное положение по отношению к Советскому Союзу. Несмотря на неблагоприятный климат холодной войны, связи между церквями не ослабевают и подготовка к собору возобновляется. По инициативе Афиногора на Родосе проходят три всеправославных совещания. На первом из них, имевшем место в 1961 году, составляется каталог из 100 тем. На последующих совещаниях 1963 и 1964 годов собор задумывается как выражение единой позиции православия перед лицом современности и ее проблем, а также в его отношениях со всем христианским миром. Ускорение подготовки собора приводит к проведению четвертого совещания в 1968 году в новом экуменическом центре в Шамбези. Создаются секретариат по подготовке собора и межправославная подготовительная комиссия. На совещании составляется более разумный каталог тем, однако кризис отношений между Москвой и Константинополем, вызванный провозглашением автокефалии православной церкви в Америке в 1970 году, отдалили друг от друга два важных центра. Похолодание в отношениях вызывает тревогу у тех, кто надеется на проведение собора. Понимая, что проект может зайти в тупик, Поль Евдокимов и Оливье Климан выступают с обращением, встретившим отклик на Первом конгрессе православного братства в Анси в ноябре 1971 года, в ходе которого, цитирую, молодежь выражает желание принять участие в подготовке собора всего православного мира, призванного в особенности решить проблему разобщения. Конец цитаты. С 1976 по 1986 годы по результатам трех предсоборных конференций выбираются десять тем и подготавливаются, при участии поместных церквей, документы для рассмотрения на соборе. Несмотря на несвободу, православные церкви говорят друг с другом. Представители русского духовенства ездят на Запад, поддерживая скорее теплые отношения с другими церквями. Несмотря на это, следующая четвертая конференция состоится лишь в 2009 году. между тем, в 1990 году в истории подготовки собора начинается третий период. Мировая история совершает новый поворот, положение дел в православной церкви вновь меняется. Друг за другом следует падение Берлинской стены в ноябре 1980 года, падение коммунистических режимов Румынии и Болгарии, распад советского государства в 1991 году, независимость Украины и Грузии, кровавый распад Югославии. В 1996 году статус эстонской православной церкви вызывает непродолжительные разногласия между Константинополем и Москвой. Можно лишь, не вдаваясь в подробности, упомянуть здесь последствия обретения свободы новой национальной и церковной гордости, вновь обретенной самобытности, коснувшейся отношений между православными церквями. Национализм, подавляемый в эпоху больших империй, вновь набирает силу и становится агрессивным. Филитизм в церкви до конца не изживает себя. С востока повеяло холодом, и проведение собора вновь оказалось под вопросом. В 1990 и 1993 годах подготовительная комиссия составила документ о диаспоре, одном из животрепещущих вопросов собора, но документ был принят на 4-й предсоборной конференции в июне 2009 года как временное решение канонической проблемы диаспоры путем создания региональных совещаний епископов. Перейдем к вопросу проведения собора. Между подготовкой и принятием положений собора должно провести сам собор. Однако несколько вопросов по-прежнему остаются неразрешенными. Вопрос о дате собора не единственный вызывает затруднения. Регламент деятельности собора также до сих пор не установлен. Каким будет состав участников собора? А приори предполагается, что это будет епископский собор. Можно было бы представить новый состав с участием мирян и священников, как это было на соборе Русской Православной Церкви в Москве в 1917-1918 годах. При проведении этого собора было достигнуто равновесие благодаря созданию общего совещания, в котором большинство его составляли миряне, и совещание епископов, осуществлявшего благодатный дар епископской власти. Но Всеправославный собор будет лишь епископским, и духовные лица должны будут взять на себя ответственность. Кто же примет участие в соборе? Епископы всех епархий и векарные епископы, большинство из которых имеют пастырское служение, или же уполномоченные епископы от каждой автокефальной и автономной церкви? И на каком основании тогда рассчитывать количество делегатов? Последнее решение удобнее, однако оно не вполне соответствует требованиям собора. Чтобы осуществить и продемонстрировать единение церквей, на соборе должны присутствовать все епископы, несущие пастырское служение. Сегодня насчитывается 510 епархиальных епископов и 200 векарных епископов. Вместе их число составляет немногим более 700 человек, которых вполне возможно собрать. На Втором Ватиканском соборе удалось собрать 2300 человек. Голос церкви будет более слышным, если к нему присоединятся все, кто несет апостольское служение, и тогда вопрос о пропорциональном соотношении представителей церквей отпадет сам собой. Какой будет процедура принятия решения? Консенсус – это формула, которая более нормальная, которая свидетельствует лучше коммунион. Консенсус – это все, если говорить упрощенно, есть две возможности. Принятие решения методом консенсуса или единогласно, или же методом голосования – принятие решения квалифицированным большинством. Консенсус – наиболее естественное решение, объективнее всего свидетельствующее об общности, когда речь идет о консенсусе всех церквей или даже всех отцов участников собора. Согласно деяниям апостолов, консенсус преобладал на Иерусалимском соборе. Апостолы принимали решения в согласии с церковью. Оба метода сопряжены с риском. Принятие решения путем консенсуса предполагает право наложения вета, которым можно злоупотребить. Голосование большинством может повлечь за собой согласие отдельной церкви под давлением большинства с риском последующего раскола и непринятия решения. Но способ принятия решения не является проблемой процедуры, метода. Это вопрос экклезиологии, ответ на который зависит от концепции церкви. Как будет осуществляться работа собора? Документы, подготовленные комиссиями и разработанные на предсоборных конференциях, предлагают ряд готовых решений. Составят ли эти документы основу работы собора, задачей которого в таком случае станет лишь внести в них исправление и затем принять или отклонить их. В чем будет состоять сама суть работы собора? В принятии готовых решений или размышлений, отвечающим знамением времени и ожиданиям церкви. Отцы, участвовавшие во Втором Ватиканском соборе, также имели дело с предложениями, тщательно подготовленными и представленными на собор Римской Курии. Первой неожиданностью собора стал отказ участников работать с готовыми решениями. Если Всеправославный собор призван стать лишь регистрационной палатой, то трудно не согласиться со словами митрополита Илариона Алфеева, цитирую, «Нет причин ожидать сюрпризов от этого собора». Но многие верующие надеются, что собор сможет удивить, поразить. Утром, в день Пятидесятницы, проповедь апостолов вызвала удивление. Сегодня возвещать о великих делах Божиих означает удивлять, поражать. К чему упоминать Святого Духа и иметь возможность сказать «Святой Дух и мы», если мы просим Святого Духа не удивлять, не поражать, менять как можно меньше Его, который все обновляет? Как новое неудержимое дуновение Святой Дух мог бы ворваться в Верхнюю Палату Собора и сделать из ученого собрания епископов отряд пророков и проповедников Евангелия, несущих слово жизни всем людям? Третья часть вопроса о Соборе — это рецепция Собора. Для принятия Собора, как мне представляется, необходимо выполнение трех условий. Отцы должны ответить на вызовы времени. Верующие должны быть сопричастны подготовке и проведению Собора. Принятие Собора должно быть делом Церкви. Отцы Церкви должны откликнуться на вызовы времени. Наиболее древние церкви, а именно входившие в состав Патриархии Церкви Иерусалима, Антиохии, Константинополя, Александрии, живут в политических и социальных условиях, при которых они превращаются в меньшинство, а их существование оказывается под угрозой. Новые церкви добились или добиваются автокефалии на национальном основании, нарушающем стройность православной экклезиологии. Свобода, которую получили народы бывшего Советского Союза, ставит перед церквями задачи, к решению которых они были не готовы и которые они не могли предвидеть. В исторически православных странах оказывается под сомнением византийское созвучие Церкви и национального государства. Условия жизни верующих вступают в противоречие с традиционным учением Церкви о браке и семейной жизни, о половой морали, о баскезе и посте. Серьезные культурные сдвиги приводят к тому, что даже в православных странах язык Церкви перестает быть понятен верующим. Внутренние и внешние миграции препятствуют социальному и культурному взаимодействию населения, происходит переход от гомогенного общества к разобщению, от сельской культуры, в которой Церковь являла собой центр жизни, городскому обществу, пустынным мегаполисом. Индивидуализм в выборе вероисповедания, этических и эстетических ценностей сочетается с преклонением перед системой ценностей, связанных с глобализацией и новой модой. Школа, СМИ, интернет навязывают культуру, преодолевающую географические и культурные границы и стремящуюся оттеснить на второй план учения Церкви. Проблемы, связанные с охраной окружающего мира и защитой человеческой жизни, не могут не тревожить верующих, вынужденных принимать самостоятельные решения в тех случаях, когда Церковь не указывает готовые пути решения этих проблем. Экономические и социальные сдвиги, вызванные глобализацией, вызывают у наименее устойчивых людей отчаяние, растерянность и протест. В Церкви, которая никогда официально не проводила различия между Церковью-наставляющей и Церковью как предметом, нуждающимся в изучении, миряне, мужчины и женщины, поощряемые демократизацией гражданского общества, полагают себя в праве высказываться от ее имени. В диаспоре общины и верующие имеют особый церковный и литургический опыт. Межконфессиональные браки в некоторых диаспорах составляют значительное большинство браков, заключаемых в православной Церкви. Диаспора приобретает до ныне невиданное значение для Собора. Из всех епископов, которые могли бы принять участие в Соборе, 20% происходит из диаспоры. Длящийся десятилетиями диалог с другими христианскими конфессиями и Римской Церковью обращен к теологическому и экклезиологическому сознанию православия как никогда прежде, с первого тысячелетия или со времен неувенчавшихся успехом Соборов по вопросу об объединении. Наконец, в связи с давним присутствием православных церквей в мусульманском мире и эмиграции мусульманского населения встает вопрос о межрелигиозном диалоге. По всем этим причинам Церковь находится под давлением. Обстоятельства церковной жизни могут отличаться от одной Церкви к другой. События в мире ставят перед Церковью все новые и новые задачи, бросают ей все новые вызовы. При этом несущественно положительные они или отрицательные. Таково наше существование сегодня, таков мир, в котором должна укорениться евангельская весть, каменистая или напротив тучная почва, в которую должно быть посеяно Слово. Вопрос, который нам следует рассмотреть, как говорит один греческий богослов, состоит в том, почему мы до сих пор не можем видеть, как православие осуществляет свое присутствие в мире. Конец цитаты. Чтобы ответить человечеству, ожидающему от нее решительных шагов, Церковь должна использовать свои инноваторские ресурсы, свой потенциал святости и творчества, верность тех, кто пережил тяжкие испытания, омыл свои одежды и отбелил их в крови Агнца. Верующие должны быть сопричастны подготовке и проведению Собора. Недостаточно ждать Собора, его нужно подготовить. Если стремиться к тому, чтобы народ Божий, хранитель веры, принял, осознал и усвоил решение Собора, он должен быть привлечен к размышлению епископов и богословов и сопровождать их до и во время проведения Собора. В 381 году, в то время как на Константинопольском Соборе обсуждаются части символа веры, Григорий Низкий пишет «Город полнится ими, во дворах, на базарах, на перекрестках улиц, только и разговоров, что об этом». Если вы спросите у какого-нибудь торговца с дачу, он развернет перед вами свою философию о рожденном или нерожденном. Если вы спросите, по какой цене продается хлеб, вы услышите в ответ, что отец выше сына. Если вы спросите, готова ли ваша ванна, ваш слуга ответит вам, что сын был создан из ничего. Спустя 1600 лет, в 1982 году, эта несколько карикатурная картина встретила отклик у митрополита Мелитона Халкидского. Он руководит вторым предсоборным совещанием, на котором камнем преткновения становится вопрос о пересмотре правил поста. Отвечая тем, кто отвергает всякое изменение, митрополит с досадой призывает их вернуться к народу Божию или полноте церкви, ибо, по его словам, «таков завет, свойственный православию. Ничто не решается экс-катедра и одним авторитетом без участия воли и сознания полноты». Конец цитаты. Я не могу привести здесь все его выступление, достойное Христоматии. Для Мелитона принятие собора возможно лишь при условии, что народ Божий примет участие в его подготовке и проведении. Наконец, третий пункт. Принятие решений собора должно быть делом церкви. По природе церковь воплощает общение. Она является таковой по своей живой организации, своей структуре и своей деятельности, которые свидетельствуют о единстве и воплощают его. Каждый член церкви, какими бы ни были его положения или данный ему Богом дар, необходим для ее тела, согласно великой метафоре апостола Павла в Первом Послании к Оринфянам. Антиномия единства и множественности разрешается через сущностное отношение членов ко всему телу, тела к его главе, Христу. В соборной, синодальной деятельности каждый член церкви на своем месте, у каждого члена церкви есть свое место, просто потому, что он есть часть общего тела и участник общности. Эвхаристия есть по преимуществу соборное таинство. Во время литургии причастие предназначено не только для духовенства. Поцелуй мира также предназначен не только для духовных лиц. По окончании эпиклезы верующие трижды, произнося «Аминь», подтверждают молитвенное воззвание, примыкают к нему, как к источнику жизни. В этом состоит синодальность, соборность для всех членов церкви, крещенных и прошедших таинство миропомазания, священников, царей и пророков. Как пишет Иоанн Златоуст, крещение делает нас вместе и пророками, и священниками, и царями. Собор имеет одну цель – осуществить единство церкви, выразить его и вполне восстановить его, когда оно нарушено или находится под угрозой. Каждый собор имеет внешнее следствие, торжество православия. Но у него есть и оздоровительный эффект излечения ран и нарушений. Если полнота церкви, духовенство и верующие примут участие во всем процессе, принятие собора будет менее зависеть от случайных обстоятельств, будет менее рискованным и менее продолжительным. Удастся избежать того, к чему привели прежде многие соборы, а именно расколов. Но я хотел бы закончить, обратившись к последнему вопросу. Речь идет о проблеме возможных расхождений при принятии собора. Может ли собор принять решение, которое вся церковь со всеми ее поместными формами должна будет применить единодушно и схожим образом? Можно ли допустить, чтобы соборность подразумевала некоторую свободу в применении решений, различия между поместными церквями при условии, что будет соблюдаться керигма об умершем и воскресшем Боге? Вы помните эпизод со спором о времени празднования Пасхи, произошедшем во II веке? На этом я остановлюсь, прежде чем перейти к завершению моего выступления. Разногласия Папы Виктора и церкви и ответ Иринея Леонского. Многообразие обрядов возникло не в наше время. Оно было и при наших предшественников, которые передавали его по наследству своим ученикам. Но это не мешало всем им жить в мире друг с другом. Различия в посте только подчеркивают единство в вере. Православная церковь не может допустить провала собора. Но значительно хуже было бы вовсе отказаться от его проведения из-за опасений провала. Подобные страхи угадываются в отрицательном или чрезмерно осторожном отношении некоторых современников. Будет преувеличением сказать, что мир ожидает от собора установления православной церкви. Но будет ли преувеличением утверждать, что народ церкви и другие христианские церкви чают этого собора? Потому что мир смутно ожидает спасительного послания, послания надежды. Потому что верующие надеются, что общение, осуществленное в полной мере, сведет на нет противоречия между поместными церквями. Потому что все желают, чтобы церковь вверила себя Святому Духу, вновь обрела юность, следуя заветам Евангелия. Верните надежде ее силу, испытайте вновь радость от пребывания в Доме Господа, участвуйте в Божественной беседе Троицы, помня о том, что собор есть лишь этап на пути к единству, так как разделяющие жалы еще не раз ранят ноги проповедников евангельского послания. Как хлеб, некогда рассыпанный в горах, был собран за тем, чтобы снова стать целым, Отче наш, объедини Твою церковь, рассеянную по краям земли во царстве Твоем. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...